Впервые ли вы в Минске? Как вам наша столица? Какие впечатления? С Минском у меня связаны очень приятные детские воспоминания. На самом деле, в 95-м году я впервые поехала на международный турнир, и так получилось, что это как раз был Минск. И уже на этом турнире мы впервые встретились с Анастасией Сорокиной. Я её знаю с тех пор, получается, уже сколько лет, 23 года. Так что и в 2000-м году я принимала здесь участие в чемпионате Европы среди женщин по быстрым шахматам и глицу. Это тоже очень приятное было воспоминание, поскольку я впервые увидела топовых шахматисток Европы и мира, в том числе Александру Костенюк, Викторию Чмелитой. Для меня это был незабываемый опыт, я даже попала в призы. То есть с Минском у меня такие тёплые шахматные воспоминания связаны. Вот с тех пор мы знакомы с Анастасией Сорокиной, которая сейчас является председателем Белорусской шахматной федерации. И судьба так распорядила, что я работаю в ФИДе, присоединяя ФИДе. И вот уже второй год проводится здесь, в Минске, международный ФИДе-турнир, чемпионат мира среди кадетов по быстрым шахматам и глицу. Я очень рада всегда возвращаться в столицу Белоруссии. Скажите, пожалуйста, почему именно в Минске такое внимание, почему ФИДе решила второй раз подряд проводить у нас соревнования? С этой инициативой вообще выступила Анастасия Сорокина, председатель Белорусской федерации. В то время она как раз ещё председателем не была, но просто она, насколько вы знаете, занимается развитием детских шахмат в Беларуси уже давно. И она решила провести такой турнир. Она вообще является большим поклонником формата быстрых шахмат и глиц, и поэтому ей пришла в голову такая идея. Она написала своё предложение ФИДе, и опять же, поскольку Настя себя очень давно уже зарекомендовала как прекрасный и судья, и организатор, ФИДе рассмотрел этот вопрос, и было принято решение отдать право проведения чемпионата мира среди кадетов в Минску. И, насколько я знаю, договор был подписан на три года. То есть этот турнир должен проводиться в течение трёх лет, но с оговоркой. ФИДе должно было посмотреть, как впервые будет организован турнир, если он пройдёт на высоком уровне, если будет оказано доверие со стороны других федераций, и не вышлют своих спортсменов, то было принято по итогам первого турнира, было принято решение провести во второй раз точно такой же чемпионат мира, опять же, в столице Беларуси. Я думаю, абсолютно бесспорно то, что организация совершенно на высочайшем уровне, была как в первом турнире, так и во втором. Единственное, немножко не повезло с погодой, но тут уже, кажется, организаторы сделать ничего не могут. В основном, как бы, всё на прекрасном уровне, и стоит отметить тот факт, что в этом году уже участников на 150 человек больше, и стран тоже больше, сейчас уже 27 стран принимают участие. Я думаю, что это число будет расти. Мне кажется, что когда такого рода соревнования проходят в стране, то это очень хорошо сказывается на развитии шахмат детских, и я думаю, что это очень важно для Беларуси, и тот факт, что в следующем году будет ещё один турнир, я думаю, в каком-то смысле мотивирует родителей, детей, продолжать заниматься шахматами упорно, с интересом. Ну, а как вы думаете, есть ли вообще смысл именно спортивный проводить такие турниры, учитывая то, что практика показывает, что чемпионы до 8 или до 10, очень многие потом вообще исчезают из шахмат? Ну, задача на самом деле не простить, не сделать всех чемпионами, и задача не в том, чтобы все стали в итоге гроссмейстерами. Уже давно доказан тот факт, что шахматы на самом деле очень хорошо влияют на детей, то есть занятия шахматами прекрасно влияют и на детскую психику, и на развитие интеллектуальное. Поэтому задача просто, не знаю, мне кажется, провести этот прекрасный праздник для детей, чтобы у них остались эти личные воспоминания. Мне кажется, это абсолютно уникальный опыт принять участие в чемпионате мирового значения. Для любого ребёнка это очень важно. То есть я помню, например, насколько мне было важно принимать участие просто в международном турнире, это был огромный стимул, как для моей шахматной карьеры, в то время так просто раскрывало мои границы. Тот факт, что все эти дети, их родители приезжают в Беларусь, это тоже очень важно. Они открывали для себя новую страну. Я думаю, что если даже в дальнейшем, наверное, 90% этих детей не будет заниматься шахматами, для них это всё равно имеет огромное значение участие в такого рода соревнованиях. А в каком возрасте вы начали играть в шахматы, и как это произошло, как вы пришли в шахматы? Я всё-таки родилась в Советском Союзе, и в нашей школе был кружок шахмат, и на самом деле там было очень много разных кружков, и в том числе были шахматы, и я начала заниматься, как и все дети в то время, и это было, я помню, в 9, 8 или в 9 лет. Как-то постепенно получилось так, что как-то другие кружки отпали, и я осталась в шахматном кружке. Потом я продолжила обучение в спортивной шахматной школе, в той же самой, кстати, школе, в которой до этого учился Андрей Васильевич Филатов, президент Российской шахматной федерации нынешней. И так получилось, что в итоге жизнь закрутилась, и шахматы остались моим основным делом жизни. И даже несмотря на то, что сейчас я уже активно не играю, но я осталась в работе международной шахматной федерации. То есть шахмат – это моя жизнь. Вы выполнили норму международного космейстера женского довольно рано, то ли в 19 лет, то ли в 21 по разным источникам. В 2003, по-моему, мне, или не помню, в 2004 присудила ФД уже звание. Ну, в любом случае, еще были хорошие перспективы для дальнейшего роста, для того, чтобы бороться за самые высокие места. Как вы думаете, что не сложилось? Может быть, какой-то мотивации недостаточно было? Или каких-то ресурсов не хватило? Это интересный вопрос, поскольку на самом деле у меня было много других интересов в этот же период времени. Я училась в юридической академии в то время, и вы должны понять, что в Украине очень сильная шахматная школа, очень сильная сборная, женская сборная становилась и чемпионками Олимпиады, и чемпионками мира. Конкуренция была совершенно сумасшедшая, и попасть, как говорится, даже в Украине в топ было очень сложно. И я просто объективно оценивала ситуацию, и я понимала, насколько серьезно нужно работать, чтобы попасть в пятерку лучших даже в Украине. И понимала, что все-таки мне важна еще и моя учеба, и я не была уверена до конца, что я была заниматься лишь шахматами. Поэтому в то время я училась в юридической академии, и пыталась совместить и игру, и работу, и в начале учебы, потом работу в УЗИ. Поэтому, в принципе, нельзя сказать, что у меня была какая-то мечта, или, допустим, которая не осуществилась, и нельзя сказать, что я о чем-то как бы жалею. То есть в этом смысле, мне кажется, я в гармонии нахожусь с собой, поскольку я осталась в этом шахматном мире, но как бы жизнь пошла другим путем. Я начала фотографировать, мне это очень нравилось, и постепенно потом я начала делать репортажи. И получилось так, что когда шахматы попали в интернет, все эти навыки пригодились в дальнейшем. И в итоге я там, где я есть сейчас, работаю в Международной шахматной федерации. А как вы стали без АТШ? Как это произошло? Получилось, ну, как я уже, ну, я начала об этом уже говорить. Я ездила на шахматные турниры, начала делать фотографии, фоторепортажи. А в дальнейшем, то есть впервые я начала публиковать их на сайте Чизбэйс, и некоторые фотографии начали публиковаться в журналах 64, в том числе в российском журнале. И просто в этот момент, после того, как шахматы стали больше попадать в интернет, то есть понадобился человек, который смог бы делать фотографии, писать репортажи, делать интервью. И я была просто в нужное время в нужном месте, можно сказать. Вначале я в основном работала с Турецкой шахматной федерацией, которая в тот момент стала достаточно активной. Мы начали проводить множество международных турниров, в том числе турниров ИД. И это было очень гармонично. И в какой-то момент просто оказалось, что я езжу просто на все международные турниры. И в 2014 году Кирсан Николаевич, когда выиграл выборы, Кирсан Николаевич уже номинировал меня на должность пресса Таши Федер. Вот так я стала пресса Таши Федер. А в чем заключается Ваша работа, кроме фоторепортажа и интервью? Во время шахматных турниров, понятное дело, что я занимаюсь медиа-центром, я контролирую официальный сайт, на котором публикуются официальные материалы, связанные с каждым турниром. Я, как Вы уже сказали, делаю интервью, делаю фотографии. А между соревнованиями идет и подготовительная работа к этим соревнованиям. В том числе идет общение с прессой со всего мира, потому что много вопросов возникает по поводу нашей организации. И я стараюсь быть все время в контакте с журналистами. В том числе у нас постоянно работает официальный сайт Федер, Федер.ком. Соответственно, я также слежу за информацией, которая поступает на этот сайт, и контролирую ее, и также публикую новости, потому что шахматный мир, он состоит не только из турниров Федер, но множество интересных соревнований проходит в мире каждый день. Вот в этом состоит моя работа. Вы считали, в каком количестве стран Вы по работе побывали? Если честно, никогда не считала, но думаю, что, не знаю, может быть, около 40-50 где-то в этом районе. А Вы можете какие-то из них выделить, в которых лучше всего организована работа с прессой, работа по популяризации шахмат? Каждый опыт уникальный, если честно. Нужно понимать, что все турниры Федер проходят в совершенно различном формате, и никогда не знаешь, опять же, какие-то соревнования более популярные у медиа, некоторые менее, и никогда не знаешь, чем, в принципе, турнир закончится. Из таких примеров могу сказать, что вот когда-то мы проводили турнир в Турции, чемпионат Европы среди женщин в таком городе Газантеп, и о нем никто особо не знал. Но в этот момент Европейский шахматный союз принял смешное правило, ввел дресс-код прямо перед этим соревнованием. И я сделала интервью в то время с генеральным секретарем Европейского шахматного союза, и неожиданно это интервью попало во все медиа, в том числе и Вашингтон-Пост, и Нью-Йорк-Таймс, о том, что шахматистам запретили носить юбки. И никогда не знаешь, и все турецкие газеты в итоге писали об этом соревновании, хотя начиналось все довольно печально, не было ни одного журналиста, турнир проходил в отеле, и не было особо ни посетителей, а в итоге о нем узнало очень большое количество участников. То есть совершенно непредсказуемое бывает иногда, как повернется медийная судьба какого-либо соревнования, как она сложится. Раз вы адрес Козе упомянули, то сразу вопрос, как вы к нему относитесь. Ну, в целом. Сейчас на официальных соревнованиях Фиде была такая практика в Саудовской Аравии, был введен трес-код, который обязал и как шахматистов, так и шахматисток ходить в костюмах и в рубашках, в блузках, в рубашках. Мне кажется, это прекрасная практика. Это все смотрелось очень красиво. То есть картинка получается прекрасной. Мне кажется, что Фиде должно продолжать работать в этом направлении, и дресс-код официальный должен быть введен на всех официальных чемпионатах. То есть в том числе, конечно же, дресс-код существует, как на матчах на первенстве мира уже давно, как на турнирах гран-при, на кандидатских турнирах. То есть, я думаю, вы обратили внимание, что шахматисты обычно ходят в костюмах. Это, в принципе, уже достаточно давно. Здесь работает, во Дворце спорта, работает ваша выставка, выставка ваших работ. Фотографируете часто и звезд мировых шахмат. Скажите, вы им даете, отправляете свои фотографии, они вас об этом просят? Выставку, на самом деле, организовала Анастасия Сорокина, на самом деле, предложила провести такую выставку. Мне и пресс-атташе Российской шахматы федерации Терри Кублашвили, так что это наша общая с ней выставка. Да, действительно, в ней работы есть фотографии и великих шахматистов, есть фотографии начинающих шахматистов, которые, возможно, когда-то станут великими, не обязательно шахматистами. Шахматисты, в принципе, никогда не обращаются, очень редко когда обращаются по поводу каких-либо фотографий, нет такой практики, именно подарка фотографий, то есть я, в принципе, такого еще не было, я этим не занимаюсь, но, наверное, они видят их на сайтах, у них есть, наверное, какое-то свое мнение по этому поводу, но нас не принято как бы дарить фотографии. У вас за годы работы с шахматистами со многими сложились дружеские отношения, или вы немножко от них отдалены? Ну, мне кажется, я практически со всеми действительно общаюсь достаточно хорошо, мне кажется, что это тоже часть моей работы, если это важно, мне кажется, любому журналисту иметь хорошее, доброе отношение с игроками. Но на самом деле, нужно понимать, что когда любой шахматист проигрывает партию, я не думаю, что в этот момент он очень хотел бы слышать мои вопросы, но это часть моей работы, и все это тоже понимают, и поэтому я думаю, что у меня достаточно нормальные, рабочие, хорошие отношения со всеми. А присутствие Шеффердея может тебе позволить за кого-то болеть? Нет, не может. Я всегда в этом смысле стараюсь как-то дистанцироваться именно от результата, и просто быть готовой к тому результату, который получится. Все просто, вот именно как шахматные в то же время фанаты, наблюдатели, я просто стараюсь наблюдать за турниром, и даже как-то особо, действительно, искренне не болеть ни за кого. Наверняка случаются какие-то курьезные случаи в вашей работе. Сможете пару примеров привести? Какого плана? Любого. Ладно, интервью может быть с шахматистами известными во время проведения турниров. Ну, я думаю, что одна из самых известных пресс-конференций, которую я когда-либо проводила, была та, которая не состоялась. Это пресс-конференция, в которую убежал Магниус Карлсон. Поэтому в этом смысле очень смешно получается, что расскажите какой-то курьезный случай из пресс-конференции, но вот один из них тот, который, в принципе, пресс-конференция, которая, собственно, и не случилась. Я думаю, об этом много всего уже было сказано, и оно есть в интернете, вся эта ситуация. То есть, потом была достаточно интересная пресс-конференция с Батуром Джабавой и Анишем Гири, она также есть в интернете. Поскольку шахматисты имели разные представления об оценке позиций, и обстановка накалилась, скажем так, и слава богу, все закончилось мирно, но в какой-то момент мне казалось, что, возможно, шахматный бокс – это то, что может случиться на данной пресс-конференции. И во мне боролось два чувства. С одной стороны, конечно же, на это нельзя было допустить, с другой стороны, мысль о том, что, наверное, эту пресс-конференцию посмотрит много людей. В каком-то смысле эта мысль где-то была на бэграунде, но, слава богу, ничего страшного не случилось. Но я знаю, что многие шахматисты посмотрели это интервью, и, конечно, оно было достаточно популярным. Как вы относитесь к допингу в шахматах, к проблемам допинга? Вы верите в то, что, в принципе, есть препараты, или могут быть препараты, которые позволяют играть в шахматы лучше? Я не помню, кто это сказал, по-моему, Борис Гельфанд, если я не ошибаюсь, что если бы действительно не существовали такие препараты, которые делаете умнее, об этом вы уже точно наверняка знали бы все и их использовали. То есть я не думаю, что есть такие препараты. Мне кажется, даже на своем опыте я действительно, скорее всего, не смогу полноценно играть в партию без чашки кофе, поскольку я просто люблю кофе. И это в каком-то смысле запускает мой организм и мой мыслительный процесс. Но иначе, мне кажется, что на данный момент таких препаратов не существует. А что будет, если шахматист откажет создавать допинг-пробу? Какое наказание последует? Я думаю, что стоит и есть практика на этот счет. Однажды Василий Ванчук после партии, которую он проиграл, это было в Дрездене на Олимпиаде, в очень важной партии, его попросили сдать допинг. И многие шахматисты, кстати, говорят об этом. Почему это случается именно в тот день, когда я проиграю партию? На самом деле, когда берут допинг, совершенно неизвестно, какой будет, как это сказать, выбирается шахматист, который будет сдавать эту пробу до партии. То есть никто не знает, какой будет результат и не имеет никакой связи с результатом. Поэтому вот он точно так же был, его точно так же попросили сдать допинг именно после партии, и он отказался просто потому, что он был очень расстроен. В принципе, за это следует наказание, вплоть до, как это называется, до прекращения, до дисквалификации, да, в том числе. Но я помню, что, кажется, дело было 10 лет назад, но я помню, что Жур-Шахмана Федерация все-таки учла тот момент, что Василий Ванчук был очень сильно расстроен, и его все-таки не дисквалифицировали. Но, конечно, последствия могут быть очень серьезные, и все шахматисты обычно не отказываются от этой процедуры, поскольку понимают, что это просто часть всего процесса. То есть если мы хотим быть видом спорта, который признан Международным Олимпийским комитетом, мы должны ему подчиняться, и должны подчиняться правилам Международного Олимпийского комитета. Близится у нас осенью очередной матч за звание чемпиона мира между Карлсеном и Карланой. Как Вы считаете, кто из них победит? У нас на канале есть конкурс прогнозов. Там тот, кто угадает точный счет, получит приз. Может быть, Вы тоже поучаствуете. Я Вам сказала, что я не имею права ни за кого болеть. И точно так же я не имею права давать прогнозы. Я на самом деле болею лишь за очень интересный матч. Это самое главное, мне кажется, для всех, даже не столько результат этого матча. Самое главное, чтобы матч был интересным, чтобы были партии очень интересные, чтобы не было коротких ничьих. Я думаю, все как бы за это болеют. И я думаю, шахматисты-профессионалы хотели бы посмотреть интересные идеи в дебютах. Я думаю, шахматисты-любители, к которым я себя точно так же отношу, хотели бы видеть, может быть, какие-то интересные партии, интересные жертвы, может быть, ошибки даже со стороны игроков. То есть все это, мне кажется, в этом даже большая интрига для меня и для многих других в шахматном мире. То есть прогнозов давать не буду. Надеюсь, что матч будет просто очень интересным. Ну и в завершение, поскольку у нас чемпионат мира среди кадетов, для родителей, которые сомневаются, почему стоит ребенка отдать в шахматы? Мне кажется, на самом деле, в двух метрах играет около 800 маленьких шахматистов, детей, которых я фотографирую каждый день, я вижу их глаза. Мне кажется, они просто счастливы находиться здесь. Это прекрасный, незабываемый опыт. И, наверное, в принципе, для любого ребенка одна из высших точек их, говорится, шахматной жизнью, именно участие в чемпионате мира, любую как парапиду, блицу, так и классику. И я думаю, стоит спрашивать даже не меня, стоит спросить этих детей. Я думаю, что они очень просто рады здесь будут находиться. Шахматы — это прекрасная игра как для взрослых, так и для детей. И если вы видите, что ваши дети любят играть в шахматы, не стоит их ограничивать. Пусть играют.